Светлана Найчук, участница Бардовского фестиваля из Рудного, давно не брала в руки гитару, хотя авторской песней увлекается со студенчества. Говорит, конкурсов в ее жизни было много, а вот лауреатом была только раз в 1985 году. Победа в Кустанайском аккорде 2013 для нее особенная. Да и заявила она себя сразу в трех номинациях. Выступление она посвятила своему отцу. Возможно, женщина с помощью гитары может как-то больше открыть свои чувства к мужчинам, как бы лирическое такое отношение свое к жизни. И в этом году у меня очень было печальное событие. Наверное, то, что я вышла на сыну в трех номинациях, для меня это было, наверное, перешагнуть через себя и что-то себе, наверное, доказать, что я могу. По мнению жюри, которое, кстати, представляют и гости из Астаны, признают, у Кустанайского аккорда есть потенциалы будущие. Особенно, говорит Гульзада Абисимбаева, радует то, что в фестивале бардовской песни участвует много молодежи. Их видеть с гитарой и песней приятно вдвойне, ведь современных, молодых людей, говорит гостья, не особо интересует авторская песня. Конечно, мы делали какие-то поправки на их возраст и так далее, но, тем не менее, самое главное все-таки в авторской песне – это искренность. Искренность, любовь к слову и музыкальность. Если эти три качества присутствуют, я думаю, все будет хорошо. Я к микрофону встал, как образан. Нет, нет, сегодня точно к образуре! Около 400 участников и 50 конкурсантов. Два дня фестиваля в палатках и на сцене. Кустанайский праздник бардовской песни в этом году привлек участников из Карагандинской и Север-Казахстанской областей. Наш фестиваль потихонечку набирает обороты. Я бы хотел пожелать, чтобы у нас была хорошая аура фестиваля, потому что бардовская песня, наверное, это песня размышления, песня о жизни, песня, которая выражает чувства, эмоции, настроение людей. И, наверное, есть возможность в песне высказаться о своей жизненной позиции. Давайте будем поднимать наше мастерство. Пусть всегда и вечно живет песня. С праздником вас! Тепловозным гудком ночь наполнится и перельется. Только рельсы стальным кипятильником будут пытаться согреть эту сужу. Фестиваль очень хорошее, очень теплое впечатление, потому что, во-первых, он небольшой, а у небольших фестивалей есть душа. То есть быстро узнаешь участников, очень быстро с ними знакомишься, все становятся родными. На больших фестивалях такого нет. Очень приятно, очень приятное место, красивое. Ну и, конечно же, люди замечательные. Поэтому, как бы ты в такой местности, пока еще не знаю. Буквально через несколько минут Полина Тырина узнала о своей победе в Кустанайском бардовском фестивале. Она стала обладательницей Гран-при. Единогласным решением членов жюри победителем признана Тырина Полина! В завершении, после вручений и исполнений глава области в окружении участников и гостей фестиваля исполнили песню Олега Митяева. Мечтами и песнями мы каждый вздох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Баужан Ержанов, Наталья Коптел, РТН, Рудный.